Дорогие люди, всем огромнейший привет! Мы сегодня с вами разберем большую коробку с сайта Similand, которую я подобрала как наборы по запуску речи и набор по развитию речи. Здесь будет несколько игр в каждой категории. И кто смотрит постоянно мои обзоры, вы знаете, что я не просто показываю игры и говорю, как в них играть. Я показываю вам и рассказываю, для чего вам нужна эта игра, какая здесь будет взаимосвязь с речью, какая здесь будет взаимосвязь с развитием. Потому что иногда мы смотрим на какую-то игрушку, смотрим на какое-то пособие и думаем, ну как бы вроде бы да, понятно. А какая здесь взаимосвязь с речью, не понимаем. Поэтому давайте начнем. Начнем мы с моего самого любимого. То, что я считаю должно быть у каждого малыша, мы сейчас с вами про запуск речи говорим. То есть это все для детей до трех лет. Но это не значит, что эти игры вам не помогут. И эти игры не нужны вам после этого возраста. Это игра, которая называется «Лока-блока». И здесь у меня такой набор, где я не буду скрывать, потому что я хочу все это подарить, разыграть эти два набора среди своей аудитории. И у меня здесь такой набор. Здесь большой коврик, который расстилается на полу. Да, вот посмотрите. Этот коврик расстилается на полу и идут карточки. На карточке изображен объект. Его нужно найти на этом коврике. То есть что мы здесь делаем? Во-первых, мы здесь с вами развиваем словарный запас ребенка, потому что ему нужно будет понимать, что это за слово. Мы будем называть, мы будем говорить «найди самолетик». Вот смотри, самолетик. И помимо того, что мы называем, мы показываем это изображение отдельно на карточке. А ребенку нужно найти, вычленить это изображение среди большинства других. То есть здесь у нас будет работать и наблюдательность, здесь мы развиваем и внимание, и соответственно мы пополняем словарный запас ребенка. И еще мы усиливаем вот эту связь между словом и образом этого слова, потому что ребенку из огромного количества похожих по цветовой гамме, да, вот они тут все примерно в одной цветовой гамме эти объекты нарисованы. То есть ему нужно это вычленить, значит мы усиливаем вот эту вот связь между образом слова, как выглядит этот самолетик, как выглядит фонарик и его обозначение. Ищи фонарик. И здесь вы можете, да, прям карточкой водить по этому коврику. Это он? Нет. Это он? Нет. То есть мы учим ребенка из большого количества, сразу приучаем его работать с объемом. Для детей это мега важная вещь. Вот такие коврики я рекомендую абсолютно каждому ребенку, потому что у многих детей из-за того, что мы даем смартфоны, из-за того, что мы даем планшеты, формируется фрагментарное зрение. То есть физическое зрение остается в норме, но оно становится фрагментарным. То есть ребенок не умеет крутить головой, да, вот это вот зрительное восприятие, боковое зрение не работает. И нужно все это развивать. Поэтому вот такой коврик Ока-Волка обязателен для малышей. Здесь такая клееночка, четкие, достаточно хорошо прорисованные изображения и большое количество ковриков. Для детей постарше, вот кто не умеет потом в дальнейшем собирать пазлы, кто не умеет бегать глазами, искать глазами информацию, я рекомендую уже не коврик, а повесить, например, на стене какую-то карту, звездное небо и искать какие-то объекты. Есть специальная карта для детей по месту населения, да, животными, где какие животные у нас водятся в природе, их нужно искать. То есть ребенок учится эту информацию находить. Поэтому первый лот у меня это Ока-Волка. Все ссылочки к сайту Simoland я оставлю вам, да, на эти товары в инфобоксе под видео. Первое. Второе. Конечно же, когда мы говорим про развитие речи, давайте вот с этого. Когда мы говорим про развитие речи, мы не можем не сказать о моторике. В развитии речи, развитие моторики и мелкомоторной координации играет колоссальную функцию, колоссальную роль, потому что у нас треть проекции головного мозга отвечает за проекцию кисти рук, то есть то, как мы работаем руками. Плюс непосредственная близость вот этих вот моторных центров к речевым центрам. То есть когда мы стимулируем моторику, мы волей-неволей стимулируем речевые центры. Поэтому обязательно какие бы то ни было виды шнуровок. Вот это та игра, которую в принципе можно не иметь дома, потому что у вас у всех дома есть какие-то ботиночки, кроссовочки, и можно тренироваться на это. Но очень часто нам удобнее, когда все это, да, ухоженное, протертое лежит где-то в наших ящиках с головоломками, с настолками, с детскими играми, и потом мы можем вот эти игры оставлять свободное пользование. Детям разные типы шнуровок, включаются сразу две руки. Единственный недостаток вот таких досок, то что их нужно придерживать. Либо вы их крепите куда-то на стену, закрепляете, чтобы ребенок мог не держать, да, чтобы она не лозила никак. Либо вы придерживаете рукой, а ребеночек у вас сидит и вот этим всем занимается, переплетает. Также, кто брал мои блокноты по развитию за 100 дней, да, занятия на 100 дней, вы знаете, что я там обязательно учу детей завязывать узелок, потому что это колоссальное развитие моторики в целом, да, умение завязывать узелки, умение переплетать, умение двигать руками. Это развитие и кистевого праксиса, и пальцевого праксиса. Поэтому вот такие вот шнуровочки, такие или похожие, естественно, это все будет работать у нас с вами на запуск речи. Дальше, следующее. Когда мы говорим про запуск речи, мы также не можем обойти стороной слуховой восприятия, потому что то, как ребенок слышит речь, естественно, зависит от того, как ребенок слышит речь, естественно, зависит и то, как он ее будет воспроизводить. Поэтому, когда мы говорим про запуск речи, мы обязательно должны проработать со слуховым восприятием. И здесь я вам предлагаю вот такие кубики. Звуковая память, да, это кубики, в которых есть разные, они разные по звучанию, и здесь они еще будут разные по цвету. Это такое, как звуковое лото. Нужно найти кубик с похожим звуком и поместить его на свой цвет. Очень классно будет работать. Мы с вами похожие кубики делали самостоятельно, то есть мы вскрывали обычные пластиковые кубики, помещали туда различные звенелки, шуршалки, тарахтелки, и таким образом делали свое звуковое мемо. Потому что, как правило, вот эти все игры на звуковую память, на слуховое восприятие, они достаточно небюджетные. Но вот у Сима Вен, я нашла с игры с этого, да, в данном случае, я нашла очень классную альтернативу, поэтому, естественно, мы будем с вами в это играть. Дальше. Я думаю, эта игра есть у каждого, у каждого родителя, потому что это такая мега популярная вещица, это вот эти вот цилиндры Монте-Сори. Зачем они нам нужны, как это связано, в принципе, с запуском речи. Мышление. Мышление и речь связаны неразрывно. Когда мы учим ребенка видеть объем, когда мы учим ребенка видеть размер какой-то фигуры, когда мы учим ребенка подбирать что-то по размеру или что-то по форме, мы, соответственно, развиваем его мышление. Без развитого мышления невозможно развивать речь, потому что речь, она завязана на мыслительных процессах. Нужно найти подходящее слово-образ, нужно найти подходящую артикуляционную позу. Это все делает наш мозг. Просто он делает это в фоновом режиме. И детки, у которых на необходимом уровне, на должном уровне находятся мыслительные процессы, естественно, они начинают быстрее говорить, потому что у них быстрее, в принципе, работает соображение. И вот такие цилиндры, они прекрасно в этом помогут. Почему я выбрала именно вот эти, эта лесная мастерская, мне понравились здесь карточки с заданиями. То есть в классических цилиндрах есть просто цилиндры. Здесь еще есть красочные карточки. Я вам сейчас вот так вот покажу, приближу. И здесь прекрасные красочные карточки есть с заданиями, которые разнообразят игры вот в эти вот цилиндры. Поэтому тоже это такой мастхэф, и тоже, когда мы говорим про развитие речи, про запуск речи, мы не можем их обойти стороной. Поэтому это тоже у нас здесь, естественно, будет. Дальше. Что мы тут? Промышление мы начали с вами говорить. Раз уж мы заговорили про мышление, то обязательно я вам покажу пазлы с последовательностями. Есть такая вещь, которая называется логомоторная программа. То есть программа построения речи. Ребенку нужно что? Вот он услышал от вас вопрос, или он увидел какой-то предмет. Для того, чтобы ему что-то сформулировать, что-то оречевить, ему нужно, чтобы его мозг умел выстраивать вот эти вот цепочки. Потому что это несколько действий. Ребенку нужно услышать слово, разобрать его, понять, он слышал это слово или нет. Каждому слову подобрать образ, чтобы понять, а про что мне сейчас сказали. Потом подобрать нужный ответ. Потом сформировать мозгу нужную вот эту логомоторную программу. А как? А в какой момент мне открывать рот, закрывать? Куда губы, куда зубы? То есть это на самом деле такой сложный механизм. И для того, чтобы этот механизм работал, ребенок должен уметь работать с разного типа последовательностями. В данном случае я вам предлагаю вот такой классный деревянный пазл, который называется «Мама, домик и малыш». Видите, у нас здесь деревянные фишки. И вы можете подобрать маму, малыша и где они живут. То есть это логическую цепочку. Ребенок выстраивает. Ну и естественно, здесь еще задействована моторика, потому что ребенок все это должен выставить. Он должен эти пазлы еще соединить. У меня были наподобие пазлы картонные, тоже очень классные. Тоже они, по-моему, вот от этого бренда IQ Забияка. Просто здесь я решила все-таки заказать деревянные. Мне показалось, что это будет еще и тактильно более приятно. Поэтому обязательно вот эти вот все возможные построения цепочек в виде пазлов. Нет у вас таких, нет возможности такие заказать. Их на самом деле очень много на рынке. Вот что-то похожее всегда можно найти. Вот в данном случае в свой набор для вас я выбрала мама, домик и малыш. Такие вот классные пазлы. И когда мы говорим про последовательности, то естественно, мы должны с вами сказать, что самые первые, самые значительные последовательности, которые влияют в принципе на то, как ребенок в дальнейшем будет воспринимать время, как он будет учить дни недели, как он будет учить алфавит, влияют в то, как ребенок понимает и разбирает времена года. Поэтому я здесь нашла, это тоже Симолэм, тоже лесная мастерская, я нашла вот такой классный диск. Здесь нанизываются все времена года друг на друга. Я, естественно, сейчас распечатывать это не буду. Но здесь очень классно подобраны сюжеты, что мы делаем весной, как мы одеты весной. И в чем плюс? Когда вы вот так нанизываете друг на друга, вы сразу можете нанизывать в нужной вам последовательности. То есть если вы начинаете вот с этим диском заниматься летом, то вы, соответственно, да, вот это все снимаете и говорите ребенку, давай, у нас сейчас лето, а что делают у нас зверюшки летом? Вот они там бегают, играют, а как они одеты? И вы сначала собираете лето, а потом говорите ребенку, а после лета наступает у нас осень, и вы на лето нанизываете осень. То есть ребенок начинает наглядно видеть, а как меняются времена года, а как у нас меняется одежда, а как меняется наше род занятий. То есть он нанизывает, наслаивает времена года друг на друга. Это тоже очень хорошо работает, как ребенок воспринимает потом в дальнейшем ход времени, да, смену времен года. Прекрасно, мне очень понравилось, поэтому вот с удовольствием я вам ее тоже буду рекомендовать и положу в свой набор по запуску речи, по развитию речи. Дальше, еще один немаловажный момент, немаловажный аспект. Когда мы говорим про запуск речи, то мы должны, естественно, с вами поговорить про речевое дыхание. Мы разговариваем на выдохе, да, то есть всегда каждый звук мы произносим «выдыхай». И поэтому очень важно, чтобы у ребенка вот это речевое дыхание, чтобы оно было развито, речевой выдох. И, естественно, нам в этом помогут различные свистки, дудочки, да, вот все, во что можно дуть и отрабатывать вот эту вот свою, да, нарабатывать вот эту базу артикуляционную, развивать артикуляционный аппарат. И я для вас выбрала такую игру, которая называется «Дыхательная гимнастика». Здесь нужно будет и по лабиринту проводить, здесь два шарика, две дудки, два свистка. И все это поможет в развитии речевого дыхания. И, соответственно, чем лучше ребенок выдыхает, тем лучше у него развивается артикуляционный аппарат. И когда вы обращаетесь с таким вопросом, что, например, ребенок произносит только первый слог, первый слог, как правило, это может быть связано с двумя вещами, да, это либо недостаток развития артикуляционной базы, то есть ребенку тяжело просто без паузы, ему тяжело произнести слово целиком. Второй момент, ребенку не развито слуховое восприятие, то есть он слышит только первый слог или слышит только ударный слог, поэтому воспроизводит. И когда мы работаем в комплексе, и мы когда работаем, да, с вами и с дыханием, и со слуховым восприятием, мы на выходе получаем прекрасный результат. Поэтому дыхательная гимнастика – это незаменимая вообще история в запуске речи. Дальше, что у нас здесь еще? Давайте мы поговорим про азы в развитии пространства. Естественно, это у нас будет с вами все соединено, опять же, с моторикой. Кто смотрит мои сторис или мои видео-занятия, вы знаете, что я просто обожаю вот этот вот домик. Это тоже, по-моему, лесная мастерская, ну, в общем, это тоже Сима Ленд. Он у меня есть распакованный в кабинете, я по нему работаю. А здесь, да, я вам в наборе по запуску речи его обязательно кладу, он вам прослужит минимум до пяти лет. Что здесь? Вы собираете домик. Здесь есть животные, которые нужно насадить на крючки. И здесь мы опять, да, что мы? Руку укрепляем ребенку, координацию развиваем ребенку. Вот сейчас я снимаю это видео в конце декабря. Есть такие елочки, где нужно украшать. А здесь мы селим животных по домикам. И, соответственно, что мы делаем? Когда у нас ребенок совсем маленький, мы ему даем одного животного, придерживаем домик, и ребенок просто его навешивает. Мы называем этого животного. Дальше мы будем с помощью этого домика развивать пространство. Почему я люблю именно вот этот вот вариант с домиком? Есть еще автобусы, есть еще деревья. Потому что мы здесь потом сможем к трем годам вести счет, мы сможем вести пространство. Зайчик живет под медведем, да. Лиса живет на самом верхнем этаже, да. И вот таким образом их расселять. Ёжик живет на первом этаже. То есть мы сможем вот эту порядку, не показывая цифры, мы будем учить ребенка понимать вот эту вот порядку. То есть что это первый, что это второй этаж, третий, да, это последний, это самый высокий этаж, это самый низкий этаж. И, соответственно, мы очень много всего на этом домике отработаем. Но начинаем мы его на запуск речь, что, естественно, это координация мелкомоторная, естественно, это развитие всех захватов, потому что ребенку нужно будет здесь и пинцетный, и щепковый захват иметь хороший. И, соответственно, здесь животные. Да, потом мы можем говорить, а зайчик не дружит с собачкой, значит, их нужно подальше друг от друга отселить. Дальше. Для запуска речи крайне важно, чтобы ребенок понимал схему своего тела. Для того, чтобы он умел, да, проецировать, например, позу другого человека на себя, чтобы он мог повторить. Для того, чтобы он понимал, где у него верх, а где у него низ. Так будет формироваться пространственное восприятие. Это потом в дальнейшем прекрасно скажется на том, как ребенок будет воспринимать символы. И я отдельное видео снимала, показывала вам вот таких мешуток, да, как мы выстраиваем, подбираем голову, подбираем ноги и прочее, прочее. А здесь, на сайте Simuland я нашла очень классное пособие. Это то, что мы с вами делали, вот кто на меня давно подписан в запрещенной соцсети. Мы с вами делали что-то похожее самостоятельно, потому что такого пособия прекрасного на рынке не было. И я вам говорила, насколько важно, чтобы ребенок умел выстраивать вот этих вот человечков. Мы делали это из счетных палочек с вами, а теперь на Simuland, тоже это лесная мастерская, появились вот такие классные карточки. Соответственно, тут и палочки, и лица с разными эмоциями. И ребенок выстраивает ручки, ножки, да, огуречек получился человечек. И тут у них разные позы, их можно повторять. Можно посмотреть, а какой человечек бежит, какой стоит, какой танцует, у кого как руки, у кого как ноги. То есть это и работа, и по образцу прекрасная, потому что здесь, видите, карточки, они разных цветов. Палочки все нужно будет повторить, а какого цвета эта нога, а какого цвета та нога, какая эмоция у человечка. Вот это просто великолепно. Опять же, да, это можно сделать все самостоятельно из счетных палочек, но вот эти вот лица с эмоциями, ну вот просто великолепно. Я когда увидела, если бы я занималась с малышами у себя в кабинете, я бы себе в кабинет такое непременно взяла. Смотрите, превосходно. И также у меня в наборе по развитию речи, по запуску речи, точнее, естественно, у нас здесь будет еще раз развитие мыслительного процесса. И я выбрала первый уровень сложности игры «Логические ряды». Опять же, кто давно меня смотрит, вы знаете, что у меня и в Бубике были такие логические ряды, потому что это незаменимая вещь. Когда мы учим ребенка понимать, а что сюда не подходит по смыслу. Это говорит о том, что ребенок начинает понимать, какие понятия у него, значит, есть уже. У него, значит, есть понятия одинаковые и разные. Но понятия одинаковые и разные строится вообще, в принципе, вся база мыслительная. Потому что ребенок слышит слово, ему нужно понять, оно для него знакомо или незнакомо. В какой отдел головного мозга мне обратиться за подсказкой, то есть это одинаковые и разные. Когда ребенок видит какую-то информацию, когда ему нужно идентифицировать что-то, это все игры на внимание, они все построены на вот этой вот логике, одинаковые и разные. И отсюда же у нас выпадает, что мы должны ребенку, да, показать, а что сюда не подходит. То есть ребенок начинает понимать частицу «не», что это не отсюда. И, соответственно, вот у них, какой тут будет цыпленок лишний, какой здесь животное лишний, что, да, вот и пять прозрачных карточек вот с такими крестиками. То есть это нам сюда не подходит. Это делают прекрасные неговорящие дети, но когда мы развиваем мышление, когда мы развиваем логику, соответственно, детям проще слова, которые у них находятся в пассивном словаре, а в пассивный словарный запас перевести быстрее в актив. Потому что мы здесь с вами, вот в этом наборе, собрали максимум. Тут у нас есть и моторика, и мышление, и мелкая координация, и слуховое восприятие, и, естественно, набор по развитию дыхания. То есть здесь у нас собрано вообще-вообще все, да, тут и внимание, и пополнение словарного запаса на номинативном уровне. А вот здесь на этих человечках мы можем пополнить словарный запас на глагольном уровне. Потому что кто проходит мой марафон по запуску речи за 10 шагов, вы знаете, что это база. Без этого не будет связанной речи. Потому что даже если у ребенка есть в словарном запасе 5 слов, 10 слов, если они соответствуют вот первым трех дням марафона, что это у нас? Номинативный тренинг, глагольный тренинг, описательный тренинг. Значит, ребенку все, мы уже можем его выводить на связанную речь. Мы уже можем начать с ним говорить предложениями, если у него есть вот эти три категории. На, номинатив, что это? Назови. Вот она у нас игра. Да, око-воко. Назови, покажи, найди этот объект. У тебя должна быть связь образа и наименование. То есть вот он, номинативный. Дальше, глагольный тренинг. Это когда мы учим действия. А кто сидит? А кто стоит? А кто бежит? А кто идет? Да, а что шуршит? А что звенит? То есть все, когда мы какое-то действие обозначаем. Естественно, это мы будем и через быт развивать, когда у ребенка появляется слово «да» или слово «на». И так далее. И, соответственно, у нас описательный тренинг, когда ребенок понимает, вот это зеленое, но цвета не все дети. Это зависит от формирования радужки, глаза, это зависит от формирования цветового восприятия. До трех лет не все дети осваивают цвета. Это является вариантом нормы. Но тем не менее, там большой, например, на цилиндрах. Где они, кстати? Вот они. На цилиндрах. Это большой, а это маленький. Этот большой, а этот маленький. Этот круглый, а этот квадратный. У нас тут разные варианты формы. То же самое. Прямо сейчас, где они живут, а что они делают, а что они едят. И мы здесь сразу все категории развиваем и задействуем. Так, получилось достаточно объемно, я считаю. Поэтому видео про развитие речи уже будет в следующем. Ждем. Субтитры подогнал «Симон».